В Краснотуринске городской суд на пять лет отправил на поселение 29-летнего мигранта, подданного Таджикистана, Кайхона Холова, который год назад устроил жуткий дорожный замес и угробил провинциального политика, 61-летнего спикера Североуральской гордумы Виктора Ильина и его 50-летнюю супругу Наталью. В последний день своей жизни, 7 ноября 2023-го, Ильин с утра пораньше провел аппаратную оперативку и уехал в командировку в Екатеринбург на учебу. Наталья попросила мужа взять ее с собой. У женщины в большом городе были свои дела, но не судьба. Незадолго до полудня на 15-м километре трассы Серов-Североуральск молодой таджик за рулем Лады Приоры по непонятной причине, как позже установит суд, хотя первоначально звучала версия, при обгоне выехал навстречу и лоб в лоб атаковал Хюнде Солярис, за рулем которого находился спикер Североуральского парламента с супругой. От жутчайшего удара разбитый в лепешку Солярис отлетел на обочину. Виктор Ильин погиб сразу. Его жену на скорой увезли в Краснотулинскую клинику. Чуть позже на вертолете покалеченную пациентку доставили в Екатеринбург, в 23-ю больницу. Но, несмотря на усилия врачей, Наталья Ильина умерла через неделю после страшной аварии. Кайхон Холов в дорожной мясорубке тоже серьезно пострадал. Попал в больницу. А почти год спустя по судному решению он надолго отправится на поселение. А потом еще два года не сможет сесть за баранку. Кроме того, виновник дважды смертельного дорожного замеса должен выплатить по миллиону рублей двум родственникам Ильиных. Последние, к слову, остались недовольны приговором. И намерены добиваться пересмотра дела, рассчитывая, что Холов получит реальный срок в колонии. К слову, местные журналисты сразу после аварии сообщали о некой мистике, если не сказать о проклятии, которое преследовало североуральский парламент в последнее время. В руководящем Гордумском кресле за два года сменились три председателя. Двое ушли из жизни из-за болезни. Третий – Виктор Ильин. Человек с отменным здоровьем за несколько дней до аварии сдал нормативы ГТО и погиб в жутчайшей дорожной аварии. Просто какое-то наваждение.